Всем привет, меня зовут Райан и сегодня я решил сделать новую проверку на токсика. Что это такое? Я никого не предупреждаю, буду тайно смотреть за моими сокланами, друзьями, подписчиками и смотреть кто из них на самом деле окажется токсиком. Потому что, сами понимаете, что бывает такое, когда человек, например, у меня в ролике ведет себя очень дружелюбно, приветливо, а за кадром он может оказаться совсем другим человеком и быть, например, лютым токсиком. Ну а в конце я подведу статистику и расскажу вам сколько процентов токсиков у меня в друзьях. Начинаем! Ну что ж, сейчас 8 часов вечера, самый такой актив Бравли, очень многие пушат кубки, а значит, что настало время за ними понаблюдать, кто как себя ведет. Именно после победы, потому что я знаю, что многие токсики любят кидать дизлайки именно после победы. Давайте смотреть. Так, начнем мы... О, смотрите какие классные ники, давайте начнем с них. Ну просто идеальное сочетание ЛП-хмырь и жмых-корова. Что может быть лучше? Ну, кстати, у них ситуация неплохая, у них Ворон и Спайк, это вообще имба. Самое главное, чтобы их тут не зажали. Ну нет, другие команды тоже дерутся между собой, поэтому все в порядке. То есть надо сейчас как-то попадать аккуратно, вот, хорошо. Что? Дизлайк, сразу же дизлайк, вот это да. Эх, жмых-корова, а я на тебя так надеялся. Давайте посмотрим, второй тоже окажется токсиком или нет. Так, сейчас я надеюсь, они затащат, а нет. Все, все, сейчас Ворона будут зажимать, да. Не вытащит он тут один из два, к сожалению. Хотя вот, что делает Руслан? Ему надо просто зайти, убить и все. Да ладно, неужели сейчас камбэк будет? Давай же, мах-корова. Ульта, нет, нет. Ай. Не получилось. Ну, засчитаем одного токсика. Здесь у нас Гест играет против какой-то другой команды. Возможно, это турнир, возможно, просто какой-то скрим. Но давайте посмотрим, кидают ли они дизлайки в дружеской комнате. Так, что у нас тут? Значит, команда Геста пока что побеждает, 10-4. Но у другой тимы там есть Пенни, очень неприятный персонаж. Хотя там снизу Джин, который хилит своих тиммейтов, да. Слушайте, даже не знаю. Ну вот убивают Карла. В принципе, есть шанс на камбэк, если будут сейчас поджимать. Так. Гест, Гест нападает. Угу, окей. Так, ну его сейчас убьют. Да, убивают. Гест что-то подводит свою тиму немного. Хотя, по идее, он там вроде как самый сильный. Я думал, он будет тащить. О, он убивает двоих, но умирает. Хм, интересно. Так, надо залетать, Бонни. Бонни, залетай, залетай. Есть шанс, есть шанс добить. Давай. О, и Гест кидает дизлайк. Ну как же без дизлайка? Как же без него? Так, получается один токсик из трех. Именно Гест. Ну, ему простительно, насколько мне известно, ему там лет 11. И он постоянно кидает дизлайки после победы. Не знаю, может его там обижают в школе, он хочет в БС там отыграться на людях. Не знаю, идем дальше. Давайте посмотрим еще один скрим. Санек против какой-то команды. Мне просто интересно, вот адекватные люди кидают в дружеской комнате дизы или нет. Тут у нас счет 1-0. Команда Санька побеждает. Так, Джин промахивается за тяжкой, к сожалению. Что-то он поторопился. Но у База есть ульта. Мне кажется, снизу посильнее команда. Потому что Отису сейчас как-то пофиксили жестко, поэтому... О, минус макс уже. Вот это да. Но все-то 3 в 2 уже, да. Боюсь, что это поражение. О, дизлайк, дизлайк пошел. Вот это да. Но это вообще странно. Я думал, что тиммейт и Санька, конечно, поадекватнее. И там еще кто-то грустный смайли кинул. Кстати, его тоже можно считать токсичным. Это получается 2 токсика из 3. Классный ник у этого человека. Очень креативный. Наверное, долго его придумывал. Ну, давайте посмотрим. Это что у нас такое? Это битва с ботами? Не понял. А зачем он играет с ботами? Он что, готовится к чемпионату мира 2023? Ну, видимо, да. Но посмотрите, он просто делает что-то странное. Бот! Вот это да! Бот на биве всех раскатывает! Да ладно! Ну, бот просто получает МВП. Да, что-то странное здесь происходит. Давайте дальше. Из тех, кто играет в ШД сейчас... Ну, вот Спуки, например. 60к. Да, жестко-жестко. Очень высокие кубки у него. Давайте посмотрим. Что это у нас? Ну, Штольня. Понятно, Гром плюс Бас. Да, самый лучший пик. Кстати, залетает в Таро, убивает ее. Рискованно, рискованно он играет. Так, кстати. А по-моему, у него на базе очень много кубков. Что-то 1240 или что-то такое. Возможно, они сейчас апают 35 ранг. Ну, что, будет ли он кидать дизлайки? Потому что ситуация очень такая напряженная, да? 35 ранг на кону. Если он сейчас как-то... Ну, кстати, вот у него опасная ситуация. Он один остался. Ой, там справа Шелли. Ой, как жестко-то все. Даже не знаю. А, он затимился. Он затимился, что ли? Тут кто-то с кем-то тимится, да? Я так понимаю. Уже на таких кубках. Ну, ладно. Шелли может спокойно его добить вообще. Он залетает сюда. Вот это да. Выживает. Ну, что? Шелли? Шелли? Нет, что-то она странное делает. Да, Шелли, видимо, дает им победу. И он кидает улыбчивый смайлик. И его тиммейт тоже кинул нормальный смайлик. Ну, похоже, что они не токсики. Тогда удачи им. Идем дальше. Смотрим зал Ландре. Когда-то я создал клуб на Твинке для клановых войн. Потом у меня уже не было времени, чтобы туда заходить. И я передал этот клуб Ландре. Он мне, кстати, очень много писал. Типа, сделал этот клуб официальным. Вот я вообще не понимаю этого человека. Мне за одним-то клубом тяжело следить. А тут еще какие-то клубы надо делать официальными. Ну, в общем, странный человек, если честно. Давайте посмотрим конец катки уже. Так, ну что? Кинет он дизлайк? Нет, он кидает наоборот лайк. Ну, хорошо, хорошо. Окей. Артем 2018. Надеюсь, что это не год его рождения. Потому что иначе ему сейчас 5 лет. Да. Ну, в 5 лет можно ожидать чего угодно. Но нет, он кидает наоборот. Такой смайлик деловой. Он не токсик. О, фанат Райана. Я даже не помню, откуда он у меня взялся в друзьях. Но давайте посмотрим. Ну, опасно, кстати. Тут честер он зажимает. Да, я бы на его месте лучше отошел. Ну, слушайте. Я дизлайки никогда не кидаю в реальном бою. У меня стоит лайк и смайлик со снеговиком. Поэтому надеюсь, что и он тоже. Ну, раз он фанат Райана, да, он не должен себя так вести. Да, смотрите. Он адекватный. Он адекватный. Да, он кидает смайлик сердечком. Хорошо. Но вот с честером на самом деле как-то опасно. То есть, он уверен в том, что надо так зажимать его. Так, ну, можно, конечно, попытаться. Но это очень тяжело. Сейчас честер выйдет. Даст два выстрела и все. О. Так. Ой, дизлайк, что? Дизлайк. Да ну нет, не может быть. Слушайте, ему надо срочно менять ник на фанат Дахкняша. Ну, это просто позор. Теперь Гартику. Чтобы вы понимали, это единственный человек в моем клубе, который получил ветерана, не являясь участником съемок у меня. То есть, он получил его, ну, ветерана за актив и адекватность. Ну, я просто вижу, он там многим помогает. Отвечает на вопросы. Адекватно себя ведет. Поэтому я дал ему ветерана. Так. Ну, и судя по всему, он не будет кидать дизлайк. Ну, потому что у него другие смайлики стоят. Я уверен в этом. Он уже кидал там приветливый смайлик. Да, они побеждают. Все, отлично. Это победа. Даже если он убьет кого-то, да, все. Хорошо, они побеждают. А что? Ребят, он кинул дизлайк. Он кинул дизлайк. Офигеть. Офигеть. Я не могу поверить в это. Что это такое у фитнес-то? А, это ШД мужиков, да? Каждый сам за себя. Ну, да, 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 конечно. Как я сразу не понял. Ну, ему здесь надо как-то затащить. Он кинул веселый смайлик, но... Интересно, что он кинет в конце. Так. Ой, что? Нет, его убивают. Блин, не получилось. Придется еще раз за ним смотреть. Что бы вы понимали, прошло около часа, но мне было интересно за всеми следить, наблюдать. И в итоге, вот что у меня получилось. На основе. Из 32 человек токсиков было 13. Ну, а на твинке, где кубки намного ниже, из 18 человек всего лишь 6 токсиков. То есть каждый третий. И как ни странно, в этот раз статистика на твинке получилась даже лучше. Ну, а что в итоге? Если все это просуммировать, то получается, что 19 токсиков из 50, это ровно 38%. Вы понимаете, что каждый третий, даже больше, чем каждый третий, является токсиком, но это просто жесть. Может быть, придумать какой-то новый смайлик на замену дизлайка? Напишите в комментариях, стоит ли придумывать. Ну, потому что надо как-то менять вот эту мету с дизлайками. Лично мне она, ну, совершенно не нравится. Пишите в комментариях, что об этом думаете. Ну, а на этом все, получилось вот так. Спасибо за просмотр, всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok